Сегодня без этого средства защиты и предупреждения чрезвычайных ситуаций сложно представить жизнь. Оно способно спасти имущество и даже жизнь. 7 февраля считается официальным днём создания первого огнетушителя. 7 февраля 1863 года американский учёный Алан Крейд запатентовал устройство, которое в нынешнем виде нам более знакомо как огнетушитель. Так как это первичное средство пожаротушения, оно требует к себе, конечно же, внимания, но оно должно быть всегда готово к применению. И поэтому порошковые огнетушители, у них существует индикатор, и на индикаторе видно, что стрелочка должна находиться в зелёной зоне. В углекислотном огнетушителе проверяется исправность его взвешиванием. Согласно количеству огнетушительного вещества, которое указано на самом же этикетке огнетушителя. Сегодня практически в каждом помещении или транспортном средстве на вооружении стоят именно порошковые огнетушители, потому что они одни из самых практичных в использовании. Однако, как и у всех вещей, у огнетушителя есть свой срок годности. Чтобы в дальнейшем использовать железного огнеборца, необходимо его перезаряжать. Для этого нужно приехать в Брестское добровольное пожарное общество, а дальше вам помогут профессионалы. По времени обычно занимает от 5 до 10 минут, в зависимости, как происходит процесс. По сути, вся суть происходит, сначала огнетушитель сработан, прикручиваем переходник, откручиваем ЗПУ, заполняем порошком огнетушитель, все комплектующие ставятся новые, происходит сборка. Закручиваем и также потом уже накачиваем воздухом. И после этого наклеиваем наклейку на огнетушитель по срокам, в зависимости, куда идет огнетушитель. Если в помещении один срок, если в машину, то есть второй срок. Сегодня производство этих переносных или передвижных устройств поставлено на конвейер огнетушителя в автомобиле, в офисе, на даче. В квартире незаменимое первичное средство тушения пожара на ранней стадии. Пожары можно тушить не только водой, но и огнетушителями, что, собственно, и делают сотрудники МЧС, выезжая на ликвидацию незначительных пожаров, а также тушение автомобиля. Огнетушитель может пригодиться каждому, поэтому важно знать его устройство и механизм действия, уметь свободно обращаться с ним. О том, какая последовательность действий должна быть при использовании огнетушителя, рассказал сотрудник Брестского областного ПАСО. Правильное использование огнетушителя, это, во-первых, если его долго не, скажем так, не поднимали, не трогали, это поднять. Главное, чтобы чека находилась на месте, в данном случае перевернуть. Порошок, который находится в слежавшемся состоянии, он просто отойдет от дна и будет лучше выходить наружу. Далее мы вынимаем чеку, срываем пломбу, вынимаем чеку, подходим к месту горения на расстоянии полтора-два метра, ближе не нужно, не по огню, а по ветру, скажем так, чтобы огонь не шел тебе в лицо. Наводим на огонь, ну, в данном случае меня забрало, забрало не нужны, если вы обычный человек. Нажимаем и распространяем порошок так, как нам нужно. То есть желательно в одно место, буквально 2-3 секунды, чтобы там горение перестало и так потихонечку, потихонечку мы тушим.